Итак, друзья, всем огромный привет! Вы на канале Калильный Кар, я Иван Макеев И сегодня у нас на обзоре новинка от HVL Модель H3 Это новая модель в их новой линейке HVL PRO Теперь HVL разделились на два дилера HVL PRO и HVL CITY Это первая представленная модель Машина позиционируется как универсальный автомобиль для семьи, работы и путешествий Но насколько он универсальный, мы за эти дни проверили, нам есть что рассказать Мы старались сделать это видео максимально полезным для тех, кто рассматривает подобный автомобиль к покупке Либо что-то около трех с небольшим миллионов рублей Ну а стоимость этого автомобиля вы узнаете в конце видео Погнали! Внешка автомобиля очень напоминает его предшественника Это HVL Dargo Но в целом строгие обтекаемые формы Бампера не в свет кузова Дизайн чем-то отдаленным, не напоминающий Хаммер, но с китайским оттенком Все-таки говорит, что это автомобиль внедорожник Что касаемо передней части, оптика у нас идет диодная Естественно, вот такие вот интересные решения формы в стиле ласточки Назовем это так Бампер, решетка радиаторов У нас, соответственно, из гнучегося пластика Причем на решетке радиаторов у нас есть такие хромированные накладки Если мы их так чуть-чуть пошатаем Такое вот так сильное ощущение Как бы говорят нам о том, что машина все-таки бюджетная Но, естественно, вы это не при езде, не при эксплуатации Никак слышать, ощущать не будете Далее у нас идет слой такой классический Allroad, Alltrack стиль Таких в точечках рифленых Далее идет покрашенный в металлик пластик И самое интересное, это вот такая вот накладка снизу Она покрашена в глянцевый серебристый цвет Выглядит классно Но если мы говорим про практичность Те дороги, на которых машины чаще всего, скорее всего, будут ездить Это грунтовки, это проселочные И это, соответственно, умеренное бездорожье Она будет вся зацарапана Вся будет колотая, скорее всего И периодически ее, я думаю, что владельцы будут Будет необходимо ее красить Вот, то есть это не практично, но выглядит достаточно стильно А китайцы были бы не китайцами, если бы не придумали Всяких наворотов с приветствиями в автомобиль С музычкой И, естественно, у нас приветствуют наши фары Центральные дыхушки нас поприветствовали Далее за ним уже идет основной свет Противотуманок ни в каких амплитациях здесь нет Что касаемо боковой части Задней части все поддерживается одного единого дизайна Это попытка сделать такой некий квадратный внедорожник Это мы видим на арках, это мы видим на стеклах И в целом конструкции машины И прям максимально квадратная у нас все-таки передняя часть автомобиля Тут прямо-таки коробка Но давайте не будем уже говорить о вкусовых моментах О дизайне поговорим с вами о технических характеристиках автомобиля В штат у нас идут любимые китайцами GT Comfort резина Немного шумновато, но в целом за свои деньги она неплохая Передние тормоза у нас диски вентилируемые Сзади по классике для китайцев они не вентилируемые То есть обычные И гонять на этой машине все-таки бы, наверное, на вашем месте бы не стал Тормозов, как по мне, немножко не хватает То есть они как будто бы прямо впритык Если мы разгоняемся там 120-130 Нам необходимо быстро заменить автомобиль Чувствуется, что вот с ее массой тормозам все-таки тяжеловато Это еще один плюсик к тому, что все-таки это машина для спокойной езды Для спокойной, умеренной езды, окей, тут вопросов добавлений никаких нету Что подумает любой человек, увидев вот это? Что это, скорее всего, какой-то отсек под запаску Ну, либо под докатку, либо под набор инструментов Но, к сожалению, никакой практически роли он не играет Помимо заявления изготовителя о том, что он помогает прикрыть заднее стекло от загрязнения Дворника здесь нету И, как вы видите, абсолютно пустое пространство По заявлению завода-изготовителя Вот эта часть у нас помогает сдержать грязевой поток Осадки и все прочее, чтобы не попали на это заднее стекло Которое, кстати, очень маленькое И размером чуть больше, чем моя большая толстая ладонь Кстати, вот так вот интересно у нее задний стоп-сигнал выглядит То есть вместо того, чтобы добавить дворник Было принято решение сузить стекло И добавить вот эту замечательную бутафорию Ну, решение, как по мнению, достаточно странное Если хотя бы туда бы поставили, не знаю, там столик, стульик Там для кемпинга, допустим Либо набор инструментов Это было бы реально прикольно Классно, чтобы здесь была какая-нибудь Вот тут у нас кнопочка на открытие А тут была бы какая-нибудь кнопочка на открытие этого отсека Либо он открывался изнутри Это было бы реально классно Это можно было бы назвать его фишкой Сзади аналогичный бампер В таком же стиле, как спереди Но накладок вот этих пластиковых глянцевых снизу нету Кстати, поговорим о клиренсе Заявлен клиренс 196 мм И он реально неплохой То есть если мы сравниваем вот Клиренс Сзади особо ничего не выпирает Подходим к передней части Передняя часть также подтянута чуть-чуть То есть она нигде ничего не цепляет Ну, опять же, если мы говорим про вот типичную среднюю дороги Среднестатистически Мы нигде ничего не подцепили И машина выглядит действительно как брутальный внедорожник Но это не рама Здесь несущая конструкция кузова И что, говоря про кузов, хочу сказать Здесь использована платформа Лемон То же самое, что мы встречали на Джолианах Это та платформа, в которой китайцы вкинули очень много денег Крейтволл Мотор Компани Это, кстати, материнская компания Хавел Позиционируется платформа как безопасная в первую очередь для водителя Ну и также для пешеходов Длина H3 составляет 452 см В то время как у Дарга 462, у Танка 300 472 и 460 у F7 Хавела Итого, H3 получается самым коротеньким из своих собратьев Но где-то на 10 см Давайте с вами заглянем в подкапотку Что же находится в моторном отсеке у нашего зверя Гидроопора у нас, конечно же, нету Но ничего страшного Первое, что бросается в глаза, опять же Минимум пластиковых вот этих накладочек Ничего у нас не скрыто Мотор, опять же, у нас как бы намекает на свою ремонтопригодность Доступность То есть любой патрубок Я вот вижу практически все Впуск, перепускной клапан Там красуется Сзади у нас турбинка И небольшая крышечка На накрывающую клапанную крышку Поначалу в интернете была информация То, что будут двухлитровые И я, честно говоря, даже не посмотрел Когда забирал эту машину Какой тут установлен двигатель Я это посмотрел уже Когда начал изучать и готовиться к обзору Мне показалось, что двигатель слишком-то маловат Для двухлитрового Я решил снять крышечку И, в принципе, мне перестало казаться Я прекрасно понял, что передо мной не двухлитровый агрегат А, как выяснилось, один и пять Значит, на эти автомобили идет два мотора Объемом полтора литра на 143 лошадиные силы Он идет на моноприводные версии И полтора литра на 177 Это форсированная версия Которая у нас встречается только на полном приводе Мотор у нас перекочевал с F7 Уже всем знаменитая полторашка С цепным приводом ГРМ В целом мотор ходовой Сколько проедет его форсированная версия Естественно, мы узнаем Спустя несколько лет Когда эти машины уже достигнут рубежа 200-300 тысяч километров У полторашек на 144-143 лошадиные силы В целом каких-то проблем не было Были какие-то единичные случаи по турбинам И, насколько я знаю, из-за плохого топлива Задирало поршневую И делали моторы вроде бы как даже по гарантии Вот это информация от одного из дилерских центров Года два назад была такая Так, мы начинаем стартовать Плавно, как любит эта машинка Уже у нас третья передача Если мы едем очень плавненько То есть не перегазовываем Вот именно в пенсионерская Ну, если ее назовем так Спокойная езда Коробка уже, кстати, пятая передача Вообще не ощущаются переключения Если даем газу Машина начинает реветь Двигатель слышно прямо отчетливо Как она его раскручивает И переключает Ну, я бы сказал, с задержкой небольшой То есть это все-таки машина Для такой размеренной езды То есть для людей, которые никуда не спешат На работу, на дачу За город, путешествие То есть именно не для агрессивной езды На трассе она себя, кстати, показывает абсолютно так же Для меня максимально комфортная Скорость на этой машине Это 110-120 км в час Дальше уже как-то, ну, неприятно И как будто бы немножко качает Водит Вот 110 максимально-оптимально Без резких ускорений Если манера езды у нас спокойная То есть мы выжимаем акселератор Не больше, чем на третье Начинаем движение Она плавно переключает передачи Практически незаметно В первый день я даже Вот для меня был шок, когда бац И уже пятая передача случайно увидела приборную панель Если мы даем газу Переключает она долго Выкручивает чуть ли не в отсечку И ехать просто тупо некомфортно То есть она вот рассчитана На именно вот более спокойную езду Меняем режимы со спорта на комфорт Меняется только то, что она крутит движок в отсечку И особо-то не едет Плюс за счет достаточно слабой шумоизоляции Именно на стыке мотора Моторного отсека и салона Слышен рев двигателя Прям вот когда мы газуем За 3000 уходим Это прям очень сильно Немножко напрягает То есть двигатель очень старается Потеет, чтобы разогнать эту массу Но как будто бы Хотелось бы 2 литра Начинаем движение Опять мы это делаем максимально плавненько То есть чуть-чуть даем газу Она спокойно переключает на передачу И только как она на четвертую-пятую выходит Уже можно что-то газовать Потому что до этого не классно Ты слышишь рев мотора И она нифига не едет Ну поехали 72 км запчат Четвертая передача Газ Честно говоря Очень даже некомфортно Слушайте этот рев мотора Звук Понимаешь, что под тобой Бедная полторашка Которая изо всех сил Пытается Все-таки Раскачать эту большую массу Ну Я про себя имею ввиду Не про машину Теперь давайте просто по фактам Блок тут алюминиевый Гук гильзы Чугунные Привод ГРМ Тут цепь У которой в принципе Ресурс достаточно большой Если с двигателем в целом Тут все более-менее понятно Это не какая-то там Гипер сверхновинка И наверное Это скорее всего Все-таки хорошо Потому что брать все-таки автомобиль В котором двигатель Максимально непонятен Как пойдет себя в дальнейшем Все-таки опасно Если с двигателем Все более-менее понятно Коробка здесь Абсолютно Так же без экспериментов Любимый китайский Семиступенчатый Преселективный робот С двумя С дисками сцепления Мокрого типа Приключает Прекрасно Опять же имеет много Схожего С немецкими собратьями С истоками Так скажем Именно вот Роботизированных КПП Также по ним Каких-то гарантийных обращений По сцеплению По работе Электрической Механической части Не было То есть роботы У нее также ходовые И наверное Скорее всего Это плюс Ощущения такие Как будто Выпал под капот Ну наверное Чего-то Азиатско Азиатского Вместе с немцами Почему мы здесь С немцами Обилие Датчиков К тому же У нас Обратите внимание Комплектующие Какого производителя Бош Бош Туда мы дальше заедем Тоже Бош Я думаю Что я еще поковыряюсь Неду скорее всего Сименс Нравится мне Что нет такого Обилия пластика Удобно Здесь в дальнейшем Будет заправлять Кондиционер Все доступно Вот можно потрогать Поковыряться Здесь снимать То есть Возможно Эпоха гаражей Дедов В ковыряющихся Своих машинах Она возродится Я очень на это Надеюсь На это мои Сентиментальные Мысли Которые Побудил Данный автомобиль Крышки Даже нет Никакого Логотипа Вот так вот Китайцы решили Не вставлять сюда Свой маркетинг А можно было бы Написать Какого-нибудь Turbo Power 1.5 Turbo Power Boost 4 АВД Итак Друзья Давайте с вами Поговорим Про Посадку У автомобиля Не бывает Фальшпорогов И я считаю Что это плюс Потому что Для этого Клиренса Нам никакие Пороги Не нужны Удобно Залезть В машину И без них Они больше Портят картину Потому что Мы можем Запачкаться Здесь Двери Перекрывают Порог Полностью Вот обратите Внимание То есть Вся грязь То что снаружи На наши брюки Штаны Не залезет Ну и естественно Как такой Внедорожник Мог обойтись Без облегченной Посадки Для брутальных Мужчин Нажимаю Старт Стоп И она Соответственно Подъезжает К К ранней регулировке Кстати Сидение Здесь С памятью И также Зажигание И можно Выходить Удобно Из машины В целом Киностатические Ощущения Приятные Но Как я Уже говорил Сидишь Как будто В какой-то Норке В шкере То есть Все Перед тобой И вот эти Приборы Все очень Близко И естественно По классике Опять же Современных Тенденций Очень мало Кнопок Но В целом Лишних Здесь Нету Что Например Вот Меня Удивило В том же Например G-Tour Кнопка Старт Стоп Ручник Единственное Что Я бы Добавил Не хватает Индикатора На самой Кнопке То есть Естественно Он Дублируется Выводится На приборную Панель Ручник Но Мне кажется Было бы Приятнее Удобнее Соответственно Если он Был бы Диодик Здесь Естественно Огромная Ниша По центральной Консолью Мне кажется Это уже Визитная Карточка Многих Автомобилей И Прям здесь Она реально Огромная Сумочка Небольшая Сюда Влезет А Та Которая Побольше Можно Вот здесь Воспользоваться Крючочком Также У нас Размещены На центральной Консоли Колесико Регулировки Режима Второго Гравий Снег Эко Простенькие Дефлекторы И посередине У нас Удобно Расположена Кнопка Аварийки Здесь Подстаканники С вторым Дном Причем Достаточно Глубокое Подлокотник Также Кстати Очки Вот что Мне не хватает Это очешник Вот сюда Сдвинули бы Эту консоль Сделали бы Здесь поуже Очешник Здесь был бы Просто Шикарен Опять Здесь очень Глубокий Без Охлаждения Ящик Можно положить Какие-то вещи Которыми мы Регулярно Не пользуемся Низ Материал Такая Прорезиненная Замша Ее кстати Здесь очень много Также Здесь она Есть на Торпеде Торпеда Вот такая Вот сложный Дизайн Здесь пластик Рифленый Здесь вот Это Полузамша И соответственно Также Она На дверях Если говорить Про дизайн В целом Прикольно То есть Реально Интересно Сделано Но опять же Все в стиле Китая То есть Вот такой Как бы Карбон И тут Как бы Алькантара Понятное дело Что этот материал Он именно Сделан С таким Закосом Под Дорогие Материалы На премиальных брендах Дизайн В целом Машина Реально приятный То есть Вот здесь Удобно Консоль Циклоподъемников Также В ней Расположена Музыка GVC И что Я очень Хочу отметить Это реально Классное Звучание Здесь 15 Динамиков И сабвуфер В ниши Запасного Колеса Подписывайтесь на мой канал акустический эффект создается такой же что вибрирует прямо спинка сидения и я честно говоря даже в только когда сел испробовался систему мне показалось что расположен сабвуфер прямо в сиденье еще думаю ну пипец китайцы типа намудрили и даже не то что мне показалось я был абсолютно уверен но более подробно это изучив вопросы и также изучив сидение положено вверх да там и нету то есть это реально такой акустический эффект то есть ну интересно придумано к тому же это заменяет массаж сидение которого здесь нету и звучит музыка реально хорошо громко классно если мы какие-то композиции делаем очень громко вирует все в машине прям 10 из 10 за музыку реально класс регулировка сидения три положения можно сохранить через борт компьютер про мультимедиа не будет с вами много говорить в этом ничего интересного особо нет отклик хороший здесь у нас отдельно к управление климатом подогрев стекла в целом хорошо окей графика хорошая качественно не создает впечатление дешевки создает впечатление реально хорош мультимедиа здесь ставлю тоже большой балл панель на потолке у нас два штурманских диода управляются всего лишь одной кнопкой и соответственно открывание панорамы панорама здесь большая центральная часть разделяется пополам в целом китайцы тут не подвели с панорамами это их панорамы вы для китайцев это основная фишка сила солнца сила денег сила счастья любви пространство вариантов везения и т.д. и т.п. поэтому панорамы очень часто встречаются на китайских почти на всех машинах и это прям маст хэв и очень хорошо все выполнено далее соответственно козырь у нас без подсветки зеркала то есть есть такие вот ставки как будто бы есть такая опция но ее нету здесь соответственно аналогично нету подсветки это минус огромная консоль у нас для датчика дождя датчика света далее по центральной консоли у нас расположена беспроводная зарядка для телефонов про нее хочу отдельно сказать что телефон на удивление не греется и реально она работает без боев хорошо это я встречаю не часто на машинах тестовых которые нам предоставляют что на китайцев что на европейцев что на корейцев телефон постоянно греется долго заряжается здесь вот как-то так вот получилось телефон заряжается хорошо реально практично касаемо регулировок сидения китайцев просто это вот большая проблема у всех сказать что у этой машины мало регулировок или что надо дорабатывать сидения это тоже самое сказать что машина китайская но в 90 процентов случаев очень коротенькие сидения нету регулировок наклона самого сидения можно регулировать вперед назад вверх вниз и соответственно спинку вперед назад больше ничего нету поясничной поддержки нету стекла здесь достаточно узенькие то есть это надо привыкнуть такое ощущение что сидишь в какой-то засаде в шкере в бункере не знаю то есть они узенькие заметьте вот обратите внимание как и как высоко расположена дверная карта то есть она чуть ли не мне в плечо бьет ну понятное дело я еще естественно и опустил кресло но тем не менее все равно стекла здесь очень узенькие особенно задние обзорность целом нормальная но вот именно ощущение что ты вот сидишь в каком-то таком засаде она присутствует как в окопе то есть все очень высоко и очень узенькая для обзора мы сейчас маневрируем во дворе начинаем движение классическая парковка у нас узенькая узенький двор включая drive практически моментально срабатывает камеры камеры 360 ориентация у них в целом удобно с исключением сильного искажения изображения вот но уж тоже вот я чуть назад сдам чтобы еще раз показать это замечательное вот как бы такой объедок к габаритам машины надо привыкать то есть тут именно вот классический стиль внедорожника это полностью видишь капот нужно примут ее максимально чувствовать за два дня честно вам скажу я к ней еще не привык не привык к ней поэтому без камер будет достаточно трудно первое время ориентироваться и к тому же могу добавить про заднее стекло которое максимально маленькая вот где-то размером свою ладошку может быть чуть побольше сзади обзорность такая же примерно как на каком-то фургончике да то есть ну да на фургоне вообще их нету задних стекол но и тут как бы у нас не фургон вовсе да то есть без камер будет максимально трудно снизу ничего не видно видно только то что далеко далеко и ориентация у нас только по зеркалам если не по камере касаемо чувства посадки в целом все хорошо за исключением сидений про которым уже с вами говорили зеркала достаточно информативные большие удобные и что радует это слепые зоны слепые зоны тут настроены как-то параноидально то есть она бывает пробивает их когда машин еще очень очень далеко на каде мы вчера ездили весь вечер периодически машины то метров 30 40 пробивал то есть низкая вероятность то что она какое-то препятствие пропустит либо слишком поздно сработает но это вот на основании двух дней активного тест-драйва также машины всегда на приборной панели отображается индикация полос движение автомобилей кстати набью достаточно неплохо именно несколько рядов указывает сколько там автомобилей также как параноидально настроены зеркала слева также у нее удержание руля одной рукой вчера ехать у меня не получилось держа руль то есть она постоянно возьмите руль возьмите руль возьмите руль возьмите руль возьмите руль я прям плохо стало я уже с круиза решил что проще буду сам ехать так попытка номер два адаптивный круиз-контроль содержанием в полосе сейчас установленная скорость 105 километров в час вот такую дистанцию держит от автобуса отпуская руль смотрим за реакция автомобиля так так она бьет тревогу но то ну сразу но она едет прям на грани чтобы пересечь разделительную полосу но все равно держится то держится вот она уже теперь держится за джилика за другом китайским и через сколько она мне заряд что нужно взять рулевое управление так вот сейчас мы выполняем поворот блин она так резко резко выворачивает то есть постоянно пытается держаться ближе к левой полосе но то в целом история адаптивного круиза популярна что то не эти драдары бьют так что вот им нужно ближе к левой полосе держаться почему-то ощущение руля такие же как и у всего хавала но может быть этот чуть-чуть получше чем у седьмого у джорина тоже самое те же самые материалы кожи он такой достаточно узенький ну такой середине ки я подсказал ничего особенного к лучшему мотора облегченная посадка реально делает выход намного комфортнее опять же я нигде ничего не задел никаких фальш порогов никакой бутафория за это лайк давайте посмотрим все таки задние стене задний ряд что он из себя представляет тут конечно место явно меньше но и понятное дело это же задний ряд но все сюда пространство сзади вполне достаточно мне с моего роста метр восемь четыре учитывая что сидение отъехала у нас назад для облегченной посадки я нигде не упираясь сижу достаточно комфортно сидение также сзади достаточно комфортный для китая и панорама просто делает настроение всю погоду то что прекрасно видно хорошо освещен салон это круто климат соответственно двух зон и здесь только дефлектор обогревы заднего диванчика сидений и соответственно юсб порт для зарядки левую руку я могу удобно положить на подлокотник расположенный на дверной карте кстати по высоте идеально а вот правую руку меня никуда к сожалению не положить кроме как на свою ногу либо на ногу соседа или соседки подлокотника здесь почему-то нет хотя его реально здесь не хватает причем что интересно вырез то под него есть просится рука сюда пролезть но это к сожалению просто шов подлокотника здесь реально не хватает теперь перейдем к отделке дверей передняя дверь у нас верхняя часть карты прорезиненная замша типа карбон здесь диодная полоса подсветка здесь также у нас как и сверху соответственно прорезиненная замша и корпус под нашу музыку gvc также на передних сиденьях здесь такие красные красивые вставочки что касается задних дверей здесь уже сверху просто пластик никаких металлических накладок gvc здесь тоже нету и кожаных нашивок красного цвета здесь нет только красная строчка чуть-чуть подсэкономили и интересно как выглядят задние арки то есть колесная арка у нас прям выпирает здесь где сиденье и вот такой вот небольшой пластиковый корпус но это как данные по этой машины достаточно интересное решение для отпирания багажника это такая маленькая кнопочка цвет кузова посередине при том интересно здесь есть такой вот вырез под ручку и многие кто первый раз видели эту машину сколько мы катались все пытаются что-то здесь найти но нет здесь даже нет камеры камеры расположены снизу прямо над номером хотя как по мне более логичнее было куда-нибудь сюда ну все хватит будем смотреть что у нее внутри нажимаем на кнопку и соответственно она распахивает свои двери объем багажника заявлен 500 литров но эти 500 литров надо еще постараться как-то уместить в целом у китайских автомобилей у всех брендов тенденция что багажники не особо то и вместительные то есть мы видим а здоровенные пластиковые накладки покрывающие наши колеса на арке но также посмотрите сколько здесь место съедено также как и крышка багажника здесь нету никаких органайзеров никаких значков аварийной остановки то есть просто вот такой огроменный кусок пластика и соответственно с правой стороны у нас аналогично такие вот выемки для полки багажника которые здесь нету в комплектации она не идет что тоже очень странно чем-то мне напоминает хавал м6 где очень много разных выемок но тем не менее к сожалению полочки нету открываем нишу запасного колеса опять же очень много 100 можно было бы уместить но ладно здесь у нас докатка и соответственно сабвуфер который работает мега классно прокачивает всю машину и также у нас органайзер плюс домкрат больше здесь ничего нету очень люблю всякие полочки крючочки они все-таки создают такую приятную атмосферу здесь просто две таких вот ниши ну видимо под масло литрушку и чего-нибудь еще здесь также расположены помимо этого сабвуфера среднечастотные динамики которые создают всю эту атмосферу звука и целом все сидение у нас раскладывается не в плоский пол к сожалению а дергиваем но тем не менее можно залезть и не в полный рост и полный рост можно прилечь кстати достаточно комфортно но багажник уже к сожалению не закроешь не позволяет длина автомобиля в целом что могу сказать про багажник двоим-троим куда-то на выездку какую-то место хватит нам удалось затащить сюда сабборд со сложенными сиденьями сабборд по туристический рюкзак полностью забиты вещами и осталось где-то вот еще столько места ну примерно на еще один рюкзак и все на этом возможности багажного отсека сожалению исчерпаны мы сейчас достаточно резко заворачиваем и на удивление машину то сильно и даже и не клинит то есть я прям так выкручиваю руль и для ее кузова поворот достаточно резкий мы сейчас разгоняемся третья передача даем газ пол ничего не происходит что вот как раз сработали слепые зоны вот машина достаточно далеко и она уже начинает и убить проезд лежачих ямки кстати наглотают очень хорошо вот как раз для умеренного бездорожья это новое понятие которую активно вводят дилеры вот именно таких простеньких скажем так внедорожников паркетников немножко рассчитанных на хоть какие-то грязевые дороги для умеренного бездорожья появляется очень хорошо но за предоставленный автомобиль и за высококлассную клиента ориентированность мы выражаем огромную благодарность дилерскому центру максимум рустарелли так первое небольшое испытание у данной малышки это подъем в горку горка тоже небольшая умеренная касаемо подвески в целом скажу интересное свойство мелкие кочки очищаются прям очень сильно как мы говорим про глубокие ямы вот как будто бы их она проглатывает вот то есть интересно не настроена подвеска скажем так скажем так долго ездить по такой дороге я бы наверное и устал устал но если чисто куда-то добраться такую под разбитую дорожку пушат она вполне себе справиться с такой задачей машинка то есть опять же говорю нигде не цепляет полный привод канада подключается клиренс позволяет хорошо обходить различные препятствия но вот защиту еще металлическую картера я бы все-таки бы сделал знаете какую еще положительную черту могу выделить у данного автомобиля это то что при проезде всех неровностей не знаю сколько передают их камеры но ямки тут очень неприятно некоторые чувствуешь уверенность ну то есть не переживаешь что где-то что-то может подцепить сломать то есть спокойно абсолютно я буквально месяц назад вернулся из карелии там дорожки были весьма весьма веселые и в несколько раз подцепил ну у меня машина другого класса и внедорожник и я начал очень сильно это ценить клиренс все-таки очень важно для наших дорог и вот я еду абсолютно спокойно абсолютно спокойно даже специально чуть-чуть газику прибавляю на кочках чтобы все-таки понимать вот где вот этот момент предела тогда она уже что-то поцепит пошли но тут я могут сейчас например мы заверяем очень неприятно яму я чуть-чуть не притормозил но тем не менее все равно пошла на шикарно а старт конечно этой машины вроде более-менее мы все испытания проводим красотом режиме трава путешествия или как он сейчас называется grass grass gravel трава гравий она вообще не едет так друзья как видите сдаю задним ходом это говорит о том что где-то нас ждал облом и какую-то из испытательных горок наших или не карабских машина не прошла но пока что из того что бросается в глаза люби синие причин это неподходящий резина резинду все-таки не для бездорожья резин тут все-таки обычная городская ну что за счет на горочку попробуем пройти легко и так вот друзья что можно сказать в целом про машину и про китайские внедорожники мы с вами сейчас вполне возможно наблюдаем именно новое веяние новую эпоху внедорожников да у нас с вами возможно в голове какие-то сложились впечатления о том какой внедорожник должен быть там должны быть блокировки постоянный полный привод механика раздатка и при определенной усиленной множество-множество всего но эволюция как показывает практика это процесс упрощения все упрощается также упрощается машины скорее всего для через десять уже не будет никаких постоянных полных приводов все перейдут полностью на подключаемую муфту haldex везде будет стоять также как и на этих автомобилях и скорее всего вот эти вот автомобили которые мы сейчас тестируем которые еще не обкатанные сыр и это наше будущее есть места слабые которые нужно доработать есть места которые мне не нравятся которые мы сами разобрали в этом ролике но в целом это получилась машина конкурентно тому же дастеру ведь многие помнят что последний дастеры которые выпускались у нас московском заводе стоили далеко ужаса 2 миллиона и там не было того что есть здесь то есть надо 3 можно мечтать о таких же плюшках да я много ругаю китайские автомобили мне много что в них не нравится но тем не менее мы живем здесь и сейчас и сравниваем с теми предложениями которые есть сегодня я бы хотел этот видеть автомобиль в двадцать четвертом году а сегодня у нас напомню 6 августа я бы хотел увидеть где-нибудь за два с половиной миллиона вот такой какой он есть но за 2 600 2 700 мы имеем передний привод 3 миллиона 100 3 миллиона 200 зависимости от поддержек от типа сделки от вообще цены постоянно меняются это будет полный привод максимальной комплектации со всеми ассистентами в общем со всеми удобствами если мы говорим про сегодняшний день конкурентов у этой машины не так много внешний вид у нее согласитесь реально классный но внутри есть что доработать друзья но если вы живете сегодняшним днем и хотите здесь и сейчас лучшее предложение по новому автомобилю будь это хавал h3 будь это любой другой автомобиль китайского производителя либо даже современной отечественной мы можем вам помочь мы работаем со всеми официальными дилеры города санкт-петербург а также города москва мы прорабатываем все предложения предоставляем полный отчет и уже самое выгодное самое подходящее именно вам мы предлагаем рассмотреть к покупке и уже на финальной сделке приезжает наш эксперт полностью проверяет все документы юридическую чистоту и только после этого вы уезжаете на своем новом автомобиле сэкономив более чем 150 тысяч рублей мы могли уже огромному количеству клиентов и мы введем свои блоги в группе вконтакте там есть все отчеты о проделанной работе вы можете увидеть сколько мы уже сэкономили какие машины подобрали ваня загадочный хаваил h3 недавно поступил на рынок россии уже интересно обо всем расскажем ваня несколько дней будет кататься на этом красавцы сформирует свое мнение выявить все плюсы и минусы кому же конкурент этот автомобиль напишите в комментариях а сегодня в течение дня ваня будет снимать небольшие свои видео заметки конечно расскажет не обо всем обо всем будет на youtube канале клинликар но уже жутко интересно и также написать в сообщество и мы вам обязательно все расскажем а также подпишитесь на наш канал клинликар здесь вся наша деятельность обзоры подборов тест-драйв автомобилей и многое другое и поставьте колокольчик но с вами был иван макеев компания клинликар огромное спасибо что смотрели этот ролик до конца всем пока